привет ребята давай по очереди говори привет ребята как бодрость духа а где ребята сейчас на канале правильно привет ребята вы на канале it's my life перед нами стоит пакет на котором написано правильно написано саша в общем ребята это пакет который иногда в школе учителя просят чтобы родители передали какой-то пакет для того чтобы дети могли туда сложить свои поделки которые они делают в течение какого-то времени вот в общем много кто задает вопросы по всей видимости родители конечно однозначно интересуются как дети учатся что они делают в школе как они занимаются что у них в портфеле поэтому мы снимаем начинаем снимать серию видео про студентов в школе про то что они делают заглянем в конверт в пакет сашка сейчас будет показывать но мы туда посмотрим в общем сейчас саша расскажет что они делали в течение какого-то времени покажи вот так вот вот и покажет свои поделки значит тому кто не смотрел предыдущее видео говорим что саша учится второй год школе которая называется анзе элементарий school за это время он уже выучил английский язык значит он учится сейчас в киндергадене в прошлом году он учился в тике и вот садись напротив пакета чтобы тебя было видно и рассказывать больше сам ты учился в тике и да а сейчас киндергадене и в общем скажем так если брать по постсоветскому пространству то это получается у нас где-то уровень подготовительная группа или нулевой класс то есть это еще не первый класс это просто садик ну давай а сейчас сашка будет показывать значит этот пакет нам отдали накануне дня благодарения но и там наверно будут какие-то да в общем у нас получается русский язык немножко хромает но зато главное что у нас не хромает английский до русским мы стараемся поправлять ну что погнали что там у нас рассказывает так и что ты создал это чёрки этот по русски так именно написано но покажи нам объяснить где у нее что-то так она немножко непонятно это живот это как это называется шея это голова это ее борода это ее глаза это ее ноги это ее вот покажи как будто на ногах стоит как она стоит вот так она стоит покажи вот в камеру повернуть набор а вот она стоит на ногах конечно конечно расскажу первое я случайно перепутал вместо с этим ночью сказал а может быть в любой стороне так что же это хорошо ну конечно что вам про индейку рассказывали ну ничего просто создавали день чудо и все создавали молодцы но погнали дальше что это это что значит а щит для защиты а кто им защищался индейцы защищать да вот это тут надо было сделать полностью мне в округа это плата а что это за орнамент что этот рисунок обозначает это означает это что напоминает индейцам вещи важные до них какие-то важные вещи какая-то память для них какие-то знаю очень важные вещи до них это животные это я сделал это как его рыбу здесь я сделал это что-то что ты можешь найти вот это вот это можно на 2 а так подожди вот это вот рыба где-то было а ты написал animal и вот смотрите здесь написано animal и нарисована рыбка то есть что они делают животными и с рыбами охотятся и кушают ты не крути чтобы ребятам было видно ребятам извините мы немножко приболели поэтому кашляем так это что можно найти где вот это ничего ничего это по-русски как будет природа наверно и я сделал тут это город ну да их можно же найти это погода я сделал солнце хорошая погода солнечный день это как его это в чем они живут называется шелтер это как палатка такой палатка в общем у них основное жилище это палатка ну а на землю из вообще-то я не мог там найти коричневого так что же сделать из черного но вообще-то у них сделаны все палатки из дерева из дерева да еще иногда сделаны из кожи но о наверное они из кожи больше делают палатки такие чтобы их можно было переносить да вот уже корабль это мейфлауэр корабль мейфлауэр ну давай про него ты расскажешь подробней потому что я вот например знаю что это за корабль но тот кто нас смотрит могут все не знать первое это такой корабль на чем как говорят тех кто полуиндейцы не полуиндейцы а кто тот кто при приплыл в америку пер переначальные пересенянцы на этом корабле приплыли да так и что так рассказывай конечно это пришлось вырезать но вот это не пришлось вырезать но уже было в таком виде состоянии надо вырезано был и потом мы просто боевые тут делали грей я туда после клею да ну и 3 мы закончили так про переселенцев еще что-нибудь расскажешь они на этом корабле приплыли в америку чтобы им было легче жить в америке но они не ожидали то что там будут индейцы но и дети им помогли в общем переселенцы столкнулись с трудностями а чем они помогли жизни помогли наверное выращивать что-то животными освоится ну давай переходить что там у нас дальше твоем чудном мешке а что в папке покажи никто же не знает дети ходят вот с такой папкой в школу внеси ее поближе сюда покажи на какую тебе домашку задают что у тебя тут наделана и научился писать букву я уже не давно умел писать как это букву назвать тут написано все что начинается сам надо было ждет 6 но это было довольно легко красный ракета ракун и но в смысле это как его радуга это роб это веровка это река прикольно а вот это что было мы просто сделали чтоб мы могли поиграться это вы писали цифры давай мы покажем что пап нам это надо было сделать и вы его бросали а и писали цифру ничего и потом типа это вода до нас такая игра и если бы выбери один то мы здесь один если бы сразу теории один тут я должен быть естественно вручил один пресс матери все заполнили сразу 2 6 6 7 что надо здесь сделать вам у меня получилось что это был шестой ну и так здесь один это было первое а вот смотри что тебя вот с этой цифрой не так повернулась неправильно но учительница сказала что это не страшно что можно главное что ребенок понимает какая цифра а в какую сторону он пишет это не когда подрастет сам разберется да так давай с этими листиков и что еще с этими понятно листиками да это что за мисс это такое учителя у нас был один день такой учитель потому что наш миссис ньювал и шоу в ее школу так что с вами была миссис аккл в общем здесь мы просто наши слова учимся писать научились писать слова какие-то молодцы вот где мы просто обработали букву арт да мы ее должны были сделать три раза обвести по три раза каждую букву до разуме цветами но не все надо разными цветами то что вот где-то одно и то же потому что но это был бы слишком тяжело то что то ли если бы болту один то это был бы легче и вообще надо будет легче а надо сделать 8 так что ашина там 4 плюс 4 это 8 поехали это какие-то бумаги на это на вас это короче нам с мамой надо почитать разобраться что к чему короче иногда родителям дают всякие документы вот видите тут написано дорогие родители и бла 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 что надо сделать что надо получить что надо сделать для школы кто-то нам сейчас мы посмотрим кто нам в общем как вы поняли реклама очень часто звонят на телефон и говорят всякую рекламу предлагают в общем тут надо было на черке сделать места где что подписано нет не подписать наклеить надо было выразить и наклеить правильно правильно показать где что наоборот это вот здесь то было бы неправильно давай расскажем где что потому что не все знают английский как как читает биг биг клюв поехали до этого это не борода на эту вару матом это вот то что у нее болтается но это не порода но это такие сережки у нее называются еще как-то у куре это называют в общем это то что у турки болтается это ложки как по я не знаю я слышу там зиму там нету си но это так произносится да это крылья вот это смысле крылья по-английски как крылья показывают здорово а вот это длинная я не понял почему не сделали вообще-то это два только вот это что она не использует не подожди wings это вот это вот крылья и с другой стороны а вот это что нет вот тут написано а то что это такой хвост ну так получилось да но она потому что она 3 на решили сделать сал прикольно но все-то это не понятно поехали дальше теперь вот это такая это не шапка это повязка наверно на голову и индейцы ее получали специально если они сделали что-то правильно ее не так а вот так сзади перья должны покажи нет ты на меня смотри я вижу то есть у нас сейчас как настоящий индей который сделал что-то правильно да а на самой на повязке что написано это все знать и детства какие важны у них в жизни да нет шапки это не то что ты сделал что-то хорошее это обозначает что ты делаешь какую-то работу например я не эту шапку потому что я этих как его животных из лука стреляю охотник это тоже если это я уже не знаю может быть это если ты был хороший может быть вещи ты имеешь какую-то работу я точно не знаю короче это тоже определенный знак отличия которые носили индейцы подожди подожди одень покажи как это смотрится это красиво какие перышки красивые да и сами кто-то делал да а между перышками что у нас тоже ты знаешь что это какие-то макароны макароны сырые ну конечно они твердые они сырые потому что а вообще-то над настоящие сырые макароны вот да и такое украшение кстати делала катаринка ну вот видите ребята опять этот спам спамит алло hello hello yes yes okay а а а а а а а о х но она не будет здесь, так что вы хотите поместить аплодисменты на другую дату? Может быть... Может быть... Может быть... Следующий день? Не знаю. Нужно поговорить с моей женой. Окей. Может быть, вы можете звонить моей женой? Мой женой? Мой женой, да. Окей. Какой номер? Окей. Я звоню твою жену сейчас. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Окей. Вы тоже. До свидания. Это нам позвонили из... Нашей любимой этого... Как его? ...офиса доктора. Да. И хотят нам изменить время аплодисмента. То есть, у них там что-то не получается, они хотят нам переназначить. Да. Окей. Пускай с мамой решат, потому что мама у нас решит по времени. Да. И давайте откроем это. Давайте, давайте. Что же здесь? Так, если я это смогу открыть. Аккуратно, не спеши. Что же там внутри? Это секретная запись индейская? Ооо. Изюм, блин. Это еда, блин, секретная. Давай быстрее кушать это. Мне не нравится это. Ммм. Это сушеный изюм в фладке. Мне не нравится изюм. А что это значит? Не знаю. Может, сундук с едой. Может, индейцы брали с собой иногда подкрепиться в дорогу? Может быть. Понятно. Но это больше похоже на сундук. А зачем вы сделали это? Не знаю. Делали и делали, да? Не разобрал. Да, просто делали. Ясно. Мы это сделали сегодня только. Угу. В наших группах. На группах делали, да? Да. Ну, я думаю, это индейцы вот в такую штуку заворачивали еду, когда с собой куда-то шли далеко. У меня тоже так. С собойку делали, короче. А покажи, какая у тебя с собойка. У нас очень другая с собойка. Немножко другая. У нас не индейская, у нас попроще. Вот такая сумка. Да. Как она называется? Ланшбакс. Еще раз? Ланшбакс. Да. И ты что в нем носишь? Показывай. Носит. Почему ее зовут Ланшбакс? Почему-то. Ну, я бы назвал, на какое время ты ее будешь кушать. Опускайся ко мне на низ, а то мне неудобно тебя снимать. Например, Снэкбакс. Да. Потому что, ну, ты же ее будешь кушать на Снэк, а не на Ланш. Не обязательно на Ланш можешь кушать, да? Ну, просто она так называется. Уже когда кушаешь, неважно. Или на Деннер Бакс. А что у тебя в этом баксе лежит? Показывай. Ой, еда. Куша еды. Просто я знаю, что там, откуда мы приехали из Беларуси, там таких ланшбаксов нету, по-моему. Вот. Я сегодня скушал такой один батончик. Батончик. У тебя там бывает. Покажи какой батончик. Вот такой. Стой. Ага. Вот такой батончик ты с тобой берешь два. Да. Я один скушаю. Молодец. Ну, их сразу там два. Так. Подожди, подожди. А что еще там у тебя? Еще что-то есть? Рыбки, сок, два. Покажи какие рыбки. Это, наверное, крекеры. Вот такие вот рыбки прячутся прямо в рыбке. Так. А кто хрункает уже? Сок. Сочок. Вода. Вода обязательно, потому что у нас жарко. И еще два батончика. Всякие другие батончики. Окей. Собирай. У нас еще в пакете есть что-нибудь? Какого? Будем смотреть еще что-нибудь? Нету еще. Нету ничего? Так, ты согласен. Давай еще посмотрим, что у нас есть еще в... А, кстати, вот я вам еще покажу. Это вот такое вот расписание. Учитель дает записываться на конференцию. То есть это так называется родительское собрание. Мы здесь выбираем вот в этом расписании время, какое нам удобно. День. Вот. И каждый родитель, как мы вам уже рассказывали, если кто-то смотрел раньше влоги. Каждый родитель приходит и беседует с учителем индивидуально. Всех родителей вместе не собирают. В американских школах собрания не проводят для всех родителей вместе. Со всеми родителями беседуют индивидуально. Вот. Общее собрание могут быть только, ну... Ну не знаю, за четыре года мы не видели ни разу общих собраний. Только какие-то мероприятия, куда приходят погулять вместе дети и родители, да? Да. Ну что, покажем, что у тебя в портфеле есть еще? В портфеле. Давай посмотрим. Портфель предпервоклассника. Ничего страшного. Чуть не улетел. Вот такой у нас портфель собака. Этому портфелю уже два года. Да. Ну вернее второй год он уже ходит с Сашкой в школу. Да. Потому что мы купили ему новый ранец, но он подумал-подумал и решил остаться со старым своим другом, да? У меня еще есть, наверное, там три розыка. Да. Ну давай, что там у тебя по этой папке? В общем... О, это мои уроки. Угу. Какие я сделала, но мне очень сильно хвататься, да. Угу. Давай я покажу. А ты расскажешь. Так. Ну а это уже наша мама. Мы поговорим и вернемся позже. А уже три-четыре. В общем, ребята, ситуация следующая. Наверное, то, что у нас в портфеле мы покажем в следующем влоге, да, Сашка? Да. Потому что сейчас немножко нету время. Мы уже забрали старших детей. И нам надо быстренько пообедать. Потом надо гнаться забирать маму из колледжа и мне гнаться на работу. Вот. Поэтому смотрите наш этот влог. Задавайте вопросы. Обзор портфеля. В следующем влоге. Да. Да, Саша? Да. Давай ты еще скажи, кто ты, что ты, сколько тебе лет и как ты делал. Мне шесть лет, у меня дела хорошо. Зовут тебя? Саша. А второе имя? Александр. Вернее, первое твое имя Александр. Ты можешь даже в камеру посмотреть. Самое последнее это... А второе имя Саша. Потому что в Америке есть такая фишка. Ну, куда ты убежал? Что? В Америке есть такая фишка, что можно иметь два имени, да? Да. Можно даже иметь никнейм. И он работает как настоящее имя. Да. Вот. И мы для простоты Сашу, как мы всегда его звали дома, так его в школе Сашей и зовут. Да. Да. Но все знают, что наш Саша еще к тому же Александр. Да. Все, ребята, спасибо, что были с нами, что посмотрели этот влог. Всем пока. Кому интересно вопросы про школу, задавайте вопросы прямо Сашке. Он будет на них отвечать. Потому что он туда ходит. Пап, ну я же даже на русском не умею читать. Ну я тебе буду читать. А ты будешь отвечать? Окей. Окей? Окей. Все, ребята, вы были на канале It's My Life. Bye-bye. Саша. Пока. Bye-bye. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok